доброе утро поиграем в игру белоснежка что-то парился с драйвером шум не пропадает голос тихий сейчас приходится микрофон представить близко чтоб было слышно ладно не будем отвлекаться поиграем в игру новая игра игру я не играл каждый день у себя в покоях мачеха задавала своему волшебному зеркальцу один и тот же вопрос кто на свете всех милее всех прекрасней и белее и зеркальце каждый день отвечал ты прекрасно спору нет но на свете всех милее всех прекрасней и белее принцесса белоснежка и каждый день мачеха приходила в бешенство от того что она не самая милая и красивая на свете чтобы быть единственной в мире самой красивой женщиной мачеха решает погубить белоснежку мачеха приказывает охотнику выйти с белоснежкой в лес на прогулку и погубить ее белоснежка и охотник вышли на прогулку в лес но охотник и не поднялась рука погубить белоснежку и он все и рассказал и попросил чтобы белоснежка убежала в лес и спряталась как только могла чтобы до нее не смогла добраться злая королева мачеха белоснежка шла по лесу заходила все дальше и дальше в чащу все дальше и дальше уходила от замок белоснежка шла вперед и пела песни о том как мир прекрасен о том какой красивый лес о том как прекрасна жизнь а вокруг белоснежки собирались лесные жители разные звери и птицы и с сочувствием смотрели на бедную девушку который пришлось уйти из родного дома звери полюбили белоснежку и сопровождали ее по всему лесу кто рисовал этих зайчиков и вот однажды белоснежка вышла к домику в лесу к милому небольшому домику белоснежка задумалась кто же может жить в таком маленьком домике в лесу кроме зверей и решила пойти узнать около маленького домика белоснежка встретила 7 гномов гномы очень удивились и птица шляпы белоснежка рассказал им свою историю и попросила гномов чтобы они ее приютили и что она будет о них заботиться и ухаживать за домом стирать носки конечно свои портянки будут скидывать живет в доме 7 гномов и помогает им во всех делах прямо во всех прямо во всех скворчата залетели к нему в комнату и измазались в красках вот досада и что же теперь делать нужно посчитать сколько краски они разлили чтобы я мог вернуть их писточки а я плохо различаю цвета да уж думаю я смогу тебе помочь было бы неплохо посчитай пожалуйста сколько птенцов измазалось краски каждого цвета хорошо я мигом вскоре сюда прилетят скворчата немножко посидят и затем улетят запомните сколько скворчат каждого цвета прилетало и запишите это на доске два красных синий желтый зеленый как записывать блин у меня память плохая два синих два красных желтый зеленый а писать уже не ну если я че неправильно сделал опять так же само что дальше второй раунд так красных один два один два один два один два с бокоморза так равномерно покрасились может они спецом стиля и какие то что они не поют что они не поют прекрасно у тебя хорошо получается два два ноль один три д два 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 три Ну, прекрасно, там-то. С тебя 200 баксов. Ты их будешь мыть? Не, в дом идти. Там надо будет стирать, наверное. Иду к речке. Ну, шагай быстрее. Ну, блин. И всё? А, в дом идти. А раньше не могли сказать? Или я не видел? Зачем мне эти гномы нужны? Они чё, не на работе? Что у меня с таким... С такой киркой? Нет, ничего особенного. Но тебя очень искал обжора. Он сказал, что ты ему срочно нужна. А затем не объяснил. Чё у него, диарея? Хорошо, Кирка, спасибо. Я сейчас к нему зайду. Да-да, обжора сейчас как раз на кухне. Готовит что-то вкусненькое. На кухне? А где кухня? Где каблуки? Ну, спальня. Это с чашкой. Ну, это выход, когда она сюда пришла, да? Ну, тут нарисован обжор. Может, там кухня? А, тут другие лица. Блин, сейчас знаю, что выйдет. Ну, обжор, ну, может, где эти шарики с мороженым? Здорово. Ещё соли или сахара. Чего же не хватает? Как вкусно пахнет. Белоснежка, это ты. А я тебя как раз искал. Кирка мне сказал, что случилось? Дело в том, что я хочу приготовить к обеду компот. Но мне нужны фрукты. А я сейчас занят с другим блюдом. И не могу отлучиться ни на минуточку. Компот на обед, это было бы здорово. Чем мне тебе помочь? Сходи, пожалуйста, в сад к садовнику. И набери у него разных фруктов. Хорошо, я сейчас хожу в сад и всё принесу. Лучше хмеля принесу. Как отсюда выйти? Замуровали демоны. Где у нас сад? Вот где яблочки. Облаки, груша, вишня. А где же абрикосы? Вон там, справа, корзина с абрикосами. Ах, вот они, мои вкусные. Я не вижу. Гном-садовник. А, осторожно, не подави сливу. Что ты хотела? Гном-садовник, мне очень нужна корзина разных фруктов. Он, наверное, сам в русле. А где спелые, но все спелые? Так, у нас тут есть индикатор. Пять яблок, шесть абрикос и шесть, я не знаю. А остальное пусть валяется на полу. Персик, наверное. Добро пропадает. Не повторяйте это дома. Пять яблок, шесть абрикос, шесть абрикос, шесть абрикос. Так, еще одно яблоко и три абрикосы. Не, ну на шару можно герушину собирать. Вот, целую корзину собрала. Дай-ка я посмотрю. Так, всего понемногу. Уверен, этого хватит на компот. Будь здоров. Обжора, я принесла целую корзину спелых фруктов. Ай да молодец. Компот успеет приготовиться как раз к обеду. Хочешь приготовить его вместе со мной? С удовольствием. Я очень люблю готовить. Ну что же, вот рецепт, а вот и котел для компота. Так, что-то я тут не понимаю. Вверху всего по нулям. Это цель. Корзина, бумажка. О, гранат. В кастрюлю. Лимон. Апельсин. Вишенка. И это что у нас? Персик. Абрикоса. Потом руша. Такая штука. Она не посаливалась? Почему? Значит, я не то делаю. Они отличаются размером? Или нет? О, гранат. Хорошая. Почему она так стала? Нужно помочь гному-обжоре приготовить компот. Рецепт компота ты можешь посмотреть на столе. Кидай нужные фрукты в кастрюлю. Я бросил. Ладно. Почему эта фишка не бросается? Ты грушу не бросаешь. Блин. Детская игра? А я не понимаю, что нет у меня. Хотя. Ну, по списку бросил. Это бросилось. В смысле, вишенка и абрикоска. А вот эти две справа. Крупные. Как их назвать? Не бросаются. Может, какая-то последовательность нужна? А какая? Ну, не бросаются. Ладно. Бросаем гранату. Не бросаются. Вряд ли не бросаются. Блин, все ложится нормально. Кроме, кроме, кроме. Крупи груш этих. Ну, вверху. Крупи груш-то и нет. Почему не тут нарисован? Ну, все. Все по одному бросил. Хотя, что-то... Может, это два рецепта? Левой и правой? Тогда правой скромнее. Что-то мне вообще не волнует. Что-то ничего не приходит. Готовка не мое. Какой-то китайский рецепт дали. Давай набросаем всего, что... Что лезет. Ну, тут пустота. А почему? Подожди, а по нему нужно клацнуть. Блин. Так, две гранаты, три лимона. Есть. Три апельсина, три... Чёрные, чёрные, чёрные. Это сливки. И... Чё, это два персика. Всё, готово или что делать? Давайте сверимся. Нужно помочь. Ну, всё, готово. Лен, чё-то не пролезел. Так, три вишенки. Эти... Как её называются? Персики. Два. Три апельсина. Одна вишня. Нет, две вишни. Что дальше? Две гранаты. Больших круглых. Две. Две. Три лимона. Всё, вроде. Нужно помочь. Почти, всё, чё я туплю, чё-нибудь пролезел. Почти, всё, чё-нибудь пролезел. Так, попробуем. Ммм... Как вкусно. Это фиаско. детский комфорт еле сварил да сварил бы я гном да и наших зверушек заодно угостить обжора можно я сама отнесу всем компот чтобы я без тебя делал спасибо белоснежка и 70 теперь компот а кастрюля де одессит аглона че это за спящая красави здравствуй соня что такое компотика бахнешь снежка спит я тебе показалось соня угощайся компотом мы его приготовили вместе с обжорой не работает тут вот спасибо тебе есть ну появляется каблучки лоботены по тому вроде че вроде ну поняли нет не поняли что там ничем в голову не идет ну геймплей игры увидели смысл детской игрушки понятен приблизительно как выйти в меню вот сейчас бы еще сказали эскейп там я видел еще мини игры лабиринта разбить купол приготовить волшебные оликси ну после кого то я не хочу его готовить скворин чиник почему я большая так приготовить компот так собрать фрукт что-то мне кажется что это все мини игры которые будут по всей игре вот компот да то есть чтоб не играть в игру можно просто в мини игры поиграть или переиграть принц дверь не идет ладно я же думал ключ пропал то есть берешь ключ и дверь открывается вообще было бы интереснее подойти и открыть ее а то кто-то так по жизни будет открывать потом чем мед можно взять медовуху выпить медведи любят сладкое особенно мед медведи идут лесом еще медведи могут нападать на людей мед это как там уж хитрый предмет он если есть то его сразу нет что застрял что ты делаешь там блин управление мышкой тут клацаю немного немного утомляет блин я так и знал надо сижишь мед отдать этого вини пуху нужно поискать ладно в общем мне лень играть еще одну игрушку поиграем для интереса давайте разобьем его необходимо необходимо полить секретные места саркофага в нужной последовательности последовательность придется угадать если ошибешься как как его угадать уступа вариантов камушки подсказки только я не вижу в них подсказок да не это уже будьте сами играть необходимо необходимо выйти отсюда в другую игру сложить сны ну давайте самое сложное раз разукрасить это что-то мне сегодня не везет это кто у нас другую картинку хочу выбрать все я разукрасил посмотри сколько у нас ярких красок разукрасить картинки так как тебе хочется но учти все белые поля обязательно должны я понял по мне живет художник не нужно креативно пятна на спине ну все белый закрасил все я выиграл а у ушка это было легендарно подойди подойди легендарно кто смотрел а ладно неважно вот такая вот игруля детская ну и для меня тоже была познавательная научился варить компот ну а так если серьезно для пяти я так думаю ну на этом пока это